Добрый вечер! Что ж, поговорим о прошедшем у нас сезоне в Казанском федеральном университете, как наши выступили внутри, как наши выступили на республиканском уровне, на всероссийском. Давайте в целом о сезоне. Ну сезон для нашего университета, я бы сказал, выдался удачным. Если смотреть международный уровень, то здесь мы видим, что наши студенты привезли для нашего университета медали, медали всемирной зимней университеты, наши фигуристки. То, что касается всероссийских и республиканских соревнований. Да, здесь немножко наша команда, наверное, не доработала в игровых видах спорта. И на одну позицию мы здесь опустились в этом году. Но в любом случае расстраиваться не стоит. Нужно готовиться к следующему сезону и подтягиваться в тех видах, где не получилось. Поговорим о командных видах спорта. Начнем с баскетбола. Оценка, как наши выступили в студенческой баскетбольной лиге и в ассоциации студенческого баскетбола. Если рассматриваем баскетбол, у нас в этом году женская команда выступила примерно на том же уровне. Единственная оговорка, наверное, здесь будет то, что девочки шагнули немножко дальше и вернули свои лидирующие позиции. В чемпионате АСБ они приняли участие в региональном отборе. Но по итогам регионального отбора наши девушки закончили выступление по итогам сезона. То, что касается студенческой баскетбольной лиги, как и в прошлом году, девочки у нас завивали серебряные медали, с чем мы их поздравляем. Если рассматривать мужской баскетбол, да, здесь были некоторые победы. Победы яркие, интересные. Можно в актив занести победу над Поволжской Академией, над командой КАИ. Но в решающих играх ребятам не совсем повезло. Все-таки они в этом году опустились на одну срочку и заняли третье место. Поговорим теперь о хоккее, об одном из ваших любимых видов спорта. В этом году, как понятно было, студенческая хоккейная лига, ее никто не отменял. И новый сезон, новая, точнее, лига, единая хоккейная лига, дивизион студенты. Как оцениваете игру наших ребят в этих турнирах? Да, в этом году наша хоккейная команда активно принимала участие во всех возможных турнирах. Особняком стоит чемпионат единой хоккейной лиги. Он в этом году проводился впервые. Отрадно то, что наша команда попала в число медалистов. Очень интересный формат лиги. Надеемся, что данная лига будет существовать дальше и радовать болельщиков, радовать команды своим проведением. И то, что ребята смогут выступать именно в этой лиге. В этом году Илья Харитонов на площадке у нас не появлялся. Он появился рядом с вами на тренерском мостнике. Как оцениваете его работу и как тяжело было его заменить на площадке? Илья для нашей команды является, не побоюсь этого слова, лицом. Это наш выпускник, победитель первого чемпионата студенческой хоккейной лиги в составе нашего университета. Для нашей команды он очень важен. Неважно, где он находится, на площадке или на тренерской мостнике. Он очень сильно помогает. Мы вместе постарались сделать для команды максимум, построить тактику, подготовить команду, чтобы ребята показывали высокие результаты. Хорошо. Перейдем к студенческой волейбольной лиге. Как волейболисты в этом году себя показали? Волейболисты у нас традиционно выступают неплохо. Всегда попадают в число медалистов. Да, наверное, здесь высокую оценку им, наверное, рановато ставить, так как они все-таки потеряли, так же, как и мужской баскетбол. По итогам чемпионата по одной позиции и по итогам чемпионата в студенческой волейбольной лиге в этом году и мужская, и женская команда заявляли только бронзовые медали. Надеемся, что в следующем сезоне и ребята, и девушки наши соберутся и все-таки поднимутся выше. Хорошо. Продолжим наш разговор футболом, спортом номер один в мире. В этом году мы остановились на четвертом месте в студенческой футбольной лиге. До конца не было понятно, где мы останемся, на пятом или на четвертом, но все-таки получилось нам энергоуниверситет опередить. Как оцениваете этот сезон? Этот сезон можно оценить по-разному. С одной стороны, то, что мы не попали в медалисты, это для нас минус. Есть проблема в календаре для нашей команды по прошедшему сезону. Надеемся, в будущем все-таки мы сможем обойти этот вопрос. Да, у нас совпало выезд нашей команды на всероссийский турнир в тот период, когда мы могли явно набирать очки и побороться за медали. Надеемся, что в следующем сезоне наша команда все-таки сможет собраться и показать футбол тот, который приведет нас к медалям. Поговорим о чемпионате ССК на протяжении всего года. Он у нас, можно сказать, был, и внутривузовские этапы, и региональные отборы, и суперфинал, который прошел у нас здесь в Казани. Как ребята себя показали? Ну, если смотреть итоги, то можно сказать, что ребята показали высокий результат, так как наш университет, представители нашего студенческого спортивного клуба, завоевали первое место на фестивале. Всем, ребята, огромное спасибо, боролись до конца. Очень радует, что самое большое представительство именно нашего университета на данном фестивале. Надеемся, что в сезон и последующий наши ребята также будут радовать, радовать победами и двигаться дальше. Ну, вот все равно не хватает вот этих товарищеских, например, игр против других вузов, не только республики, но и вообще всей России. Потому что по баскетболу наша сборная, мужская, вышла в финал, но спортивный клуб «Уральский сокол» смог просто разгромить наших ребят. То есть, явно, наверное, хотелось бы с ними еще поиграть. Ну, здесь, наверное, я соглашусь, да, то, что нужен ребятам опыт, опыт игры. Не сказал бы, что именно вот этой сборной, которая у нас вышла в финал, не хватает этого, так как, в принципе, этот состав у нас принял участие осенью в фестивале студенческого спорта России в городе Коломна. Ну, есть другая проблема, что у нас в этом году заканчивают некоторые лидеры команды. И надеемся все-таки, что к нам придут хорошие игроки и усилить команду. Хорошо. В целом, еще раз давайте оценка этому сезону. Ну, этому сезону я бы поставил твердую четверку. Здесь есть минус, то, что мы опустились в Спартакиаде, я думаю, временно на одну позицию ниже. Но большой плюс в том, что мы очень удачно выступили по итогам сезона в любительском спорте по линии АССК и других турнирах. Теперь о межсезонье поговорим, как наши сборные будут его проводить, как будем готовиться к новому сезону. Ряд сборных у нас уже начнет подготовка сезона уже в августе, сборов яльчика. Это направления такие, как хоккей, аэробика, женский баскетбол и другие виды. Затем у нас в сентябре планируется также сборы по ОФП, именно в комплекс наших университетах. И затем с октября месяца уже начнем участвовать в различных турнирах. Сколько? Девять минут. Держи на общем. Давайте поподробнее поговорим о яльчике, о августе. Что именно там ждет спортсменов, какие будут у них упражнения, комплексы, как это все будет устраиваться. Август месяц у нас подразумевает то, что именно данные сборы двухнедельные пойдут в первую очередь на физподготовку, кроссовая подготовка. Именно повысить физические кондиции наших спортсменов. Где-то в каких-то видах наработать что-то. Поэтому именно августские сборы, они очень важны для наших команд. И надеюсь, что этот год не станет исключением. Два года назад в яльчик нам приезжали команды с других вузов. Можно было проводить товарищеские встречи. В этом году будет ли? Ну, надеемся, что в этом году продолжим такое общение и знакомство именно с другими вузами. Хорошо. Давайте поговорим теперь о лидерах нынешнего сезона. В каждом виде спорта есть ребята, которые, можно сказать, тащат на себе команды. Кого можно выделить вообще из спортсменов в этом году? Ну, есть у нас спортсмены-лидеры. Некоторые из них остаются. Некоторые, к сожалению, так приходят, что заканчивают. Ну, и, наверное, лучше назвать их, поблагодарить их. То есть у нас заканчивает капитана по баскетболу Антон Лавров, магистратуру. Заканчивает лидер не только в нашем университете, но и в вузе Ильнур Хакимов по гиревому спорту. Ну, надеемся, Ильнур пойдет в магистратуру и продолжит выступление. Есть ряд игроков в хоккейной сборной, которая заканчивает уже не только выступление, но и учебу в нашем университете. И, к сожалению, мы не можем рассчитывать на дальнейшее обучение на них и участие по объективным причинам. Ну, и с другой стороны, можем посмотреть, что половина, ну, наверное, больше половины лидеров в каждой команде все-таки еще обучаются. И надеемся, что в следующем сезоне они также помогут нашим командам. А вот Антону Лаврову не предлагали ли повторить путь Ильи Харитонова только в баскетболе? Ну, я бы не сказал, что предлагали. В принципе, он также пошел по пути Илье, или Илья пошел по пути. Ну, наверное, тут Антон больше. Так же, как и Илья, Антон в этом году заканчивает магистратуру. Здесь уже Антон сам выберет, пойдет ли он в аспирантуру или же закончить обучение в нашем университете. Надеемся, что Антон выберет правильный путь, правильное решение. И пожелаем ему удачи. У нас в сборных есть еще два лидера. Это Денис Давыдов, больше в мире футболист, и Алмаз Избасаров, который и футболист, и баскетболист. Как оцениваете их сезон? Ну, эти два лидера, два студента ответственных. Я бы еще добавил, что они являются еще и спорторгами своих институтов. Надеемся, что в следующем сезоне они не переключатся на именно только учебу, а продолжат выступление за наши сборные. В этом году они показали очень хороший результат, помогли очень сильно. Да, к сожалению, где-то мы не могли рассчитывать на Алмаза, чтобы он помог нам в футболе по объективным причинам. Но, в любом случае, на следующий год мы также рассчитываем на их обоих. Новый сезон по традиции, наверное, будем начинать с матча за суперкубок по мини-футболу, где будем повторять финал Кубка КФУ по мини-футболу, где институт физики играл против юридического факультета. Прогнозы на этот матч и что от него ждете? Ну, в первую очередь жду от него яркой игры, захватывающих моментах. Мы эту встречу также проведем в день празднования Международного дня студенчика спорта 20 сентября. Надеемся, что данная встреча понравится и болельщикам, и самим игрокам. Хорошо. И насколько сильно этот суперкубок, по вашему мнению, будет отличаться от предыдущего матча, когда я играл на Институт Саняфилософский институт и массовой коммуникации против набережной Челнинского института? С одной стороны, наверное, здесь будет интересно посмотреть, какая команда будет в Институте физики, так как старички, те люди, которые на протяжении многих сезонов ковали победы в Институте физики, они заканчивают, здесь появятся новые игроки. Но, с другой стороны, любые встречи между этими соперниками всегда вызывают интерес. Надеемся, что игра будет интересной. Хорошо. Ну что ж, друзья, у нас в гостях был Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, успехов нашим командам, удачно провести летние сборы и хорошо вам начать сезон новый. Спасибо. Друзья, вы смотрели программу «Неделя спорта», с вами был Роман Полинсков. Увидимся уже с вами совсем скоро, примерно через месяц-через полтора, когда мы все отдохнем, когда начнутся новые сезоны. Так что обязательно подключайтесь к нам, подключайтесь к нашему телеканалу. Впереди вас ждет много интересного, прямые эфиры, репортажи с места событий. В общем, если вы пропустите, друзья, вы пропустите очень многое. Так что обязательно будьте с нами. Еще раз большое спасибо за внимание. Всем удачного лета и хорошо вам отдохнуть. Увидимся уже в сентябре. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин